Сегодня мы с вами приготовим клубничный торт за 30 минут. Нам понадобится 2 яйца, банка сгущенного молока, пару щепоток чайной соды. Теперь всё хорошенечко перемешаем миксером. До тех пор, пока исчезнут из вида яйца и всё станет однородной массой. Теперь добавим муку. В муку добавим ванилин, разрыхлитель, пару щепоток соли. И опять же будем взбивать миксером недолго, чтобы получилась однородная масса, и этого достаточно. Как видите, это всё заняло у нас меньше, чем 2 минуты. Теперь всё отправляем на противень. Противень застелите бумагой, можно смазать маслом бумагу, если у вас она некачественная. Духовку включаем на 180 градусов, выпекать будем 7-8 минут. Распределяем по углам, чтобы посередине потом не получился горб. Через 8 минут мой бисквит испёкся, он вот такой. Теперь я достану его на сетку и дам ему остыть. После того, как остынет, разрежу пополам и уберу края. Видите, края немножечко зажаристые. Вот такой толщины он у меня получился. Теперь возьму крем шанти, одну упаковку. Добавлю сюда. У нас называется гаймах. Вообще-то это густые сливки. Добавляю холодные густые сливки и взбиваю. Сливок 200 грамм. Так как сливки очень густые, сюда придётся добавить 2 столовые ложки молока. Холодного из холодильника. И тоже хорошенечко взбиваем. При желании можете дополнительно добавить ванилин. Ну, я ничего не добавляла, так как в пакетике с кремом шанти добавлено всё, что необходимо. Крем готов. Можно сразу использовать его. Но нам надо разрезать клубнику, чтобы прослоить наши коржи. Я сегодня не буду готовить сироп, ничем не буду пропитывать наш бисквит. И после того, как нарезали клубнику, можем нанести крем на первый слой бисквита. И выкладывать туда наши любимые клубнички. Если где-то выше, ниже, можете заполнить больше, чтобы выровнять ваш корж. Корж обычно, когда этот корж выпекается, если вы его не распределили ровно, то получаются углы низкие, середина высокая. Теперь беру вторую половину, смазываю его тоже кремом и переворачиваю на клубнику. Верхнюю часть тоже смажем кремом. Так как мы крему совершенно не давали отдохнуть, он у нас не был в холодильнике, после того, как нанесем на коржи, отправим его в холодильник. Но он растекается, поэтому возьмем расческу, придадим одновременно узор и в то же время тогда избегаем, чтобы наш крем растекался по сторонам. После 15 минут в холодильнике украшаем сверху клубникой наш торт. Вот такой тортик у нас получился. Не забудьте поделиться этим видео. Если нравится канал, подписаться. А под видео есть номер счета для благотворительности. Если хотите, можете помочь больным, людям, которые нуждаются в этом. А пока желаю всем удачи, счастья, здоровья, благополучия. Надеюсь, увидится с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok